здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube я очень рада что мы сегодня будем говорить про розы получив массу звонков на горячую линию о том что розы купленные с зелеными отростками и с листьями вдруг почему-то стали вянуть и погибать я просто знаете расстроилась очень сильно это во первых это деньги да во вторых это желание увидеть красоту на своем участке и не просто красоту это вам не лютики цветочки хотя их я обожаю это розы это царица сада ну зачем вы покупаете в торговых сетях заведомо предполагая что цена такая низкая может быть только у чего у отбраковки первое что приходит торговые сети ну специализированные магазины я это имею ввиду это конечно же георгины и розы следом только потом лилии приходят и эти розы куплены раньше чем я купила лилии то есть это практически конец января посмотрите разве они переросшие разве они похожи на те которые продаются вот с такими отростками и продавец в магазине говорит вам а вы оборвите все отростки и все будет в порядке девочки ну понимаете оборвать конечно руки ноги роза можно только что у вас останется пожалуйста выбирайте посадочный материал очень тщательно если это все таки февраль месяц а я рекомендую вам делать это именно тогда когда выбор огромный посадочный материал здоровый не передержанный в тепле ведь в магазине тепло они стоят на стеклянных витринах еще и закрытых стеклянных витринах там микроклимат все идет испарение горшки политы там не горшки там коробки там почва но она важна конечно они растут ну я же уже рассказывала как нужно сделать чтобы розы все таки выпустили корни белые корни вон там они зеленые побеги вот здесь я рассказываю 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 и потом раз и звонок и спрашивают у меня розы стоят внизу под столом около батареи зачем спрашиваю они же минус 19 прекрасно держишь лучше бы их на балкон бы на мороз бы выкинули бы это было бы гораздо интереснее но их очень просто сохранить до высадки ну не до той высадки сохранить их до высадки в сад не присадив в горшок для меня практически невозможно этого не может быть у нас нет специальных холодильников у нас есть холодильник где хранится еда или там где засолки стоят поэтому вы вот это что маленькая лень надежда на то что мне ничего не придется делать девочки ну придется один раз то придется ну купите вы сразу себе там несколько комплектов этих роз ну и в газетку посмотрите влажно внутри в пакете влажно все в порядке в коробку в газетку там его в ветке дырку проткнули и плашмя в холодильник они пролежали почти два месяца в холодильнике и только тогда у них началась развиваться корневая система хотя почки были проснувшиеся но они выглядели вот так всего сантиметр и не трогались в рост потому что в таком положении роза не запускает все питательные соки в свою верхнюю часть то есть вот в эти вот побеги новые она запускает вот сюда в корневую систему там начинается работа и присаженные вот в горшки они себя великолепно чувствуют кстати их 5 их не 3 это один и тот же сорт это куин элизабет и я щас расскажу почему так каждый человек имеет свой характер до своей привычки свои вкусы даже цветовая гамма которая ему нравится у разных людей она разная мне очень хочется и я любительница зрелища мне нравится когда много цветов когда они просто обалденные и поэтому 5 кустов роз будут посажены в одну лунку и они вырастет такой куст замечательный пушистый цветущий ни на одном ни на двух побегов здесь их уже достаточное количество это куин элизабет это нежно розовые цветки роза которая вообще находится в классе парковых роз гранди флоры то есть при таком бокале цветка у нее просто огромное количество как у флорибунды цветов это ведь роза полученная путем скрещивания между чайной гибридными и флорибундой она унаследовала множественность бутонов и унаследовала высокий рост при этом при посадке розы хочу остановиться на одном моменте когда роза готова к высадке даже си даже если была теплая погода в таком таком и таком состоянии это как раз то что надо для высадки но если вы живете в теплом краю это для подписчиков ютюба потому что там все края все страны и юг и боже мой теплые совершенно в отличие от нашей сибири вы должны понимать что там где много тепла и много солнца и очень длинное лето причем еще и солнечное розе придется давать и кислый навозик настои трав то есть для нее не противопоказано но там где холодно лето короткое солнечных дней мало вот там только нейтральная почва никаких настоев навоза если вы перегной старый при старый 5 там 4 года когда ему уже исполнится этому перегною вы все равно его раскислите потому что в таком крае роза кислого уже не выдержит бактерии не работают в холоде да еще и в кислой среде поэтому помните для тех кто в холоде нейтральная почва для тех кто в тепле и длинное лето можно и слабо кислую почву это будет хорошо при посадке розы обратите внимание на вот этот прививочный кулачок это в него это шиповник это в него привита культура вот здесь 4 черенка привита вот если осенью вдруг похолодает резко и температура упадет до ну да даже минус 9 минус 7 градусов это место у розы переохладиться и она скорее всего сбросит ну они погибнут она их сбросит чуть попозже когда они отгниют но вместо этих побегов появятся другие проводники питательных веществ ведь прививка является проводниками питательных веществ поэтому привив культуру в культуру идут питательные вещества из корневища шиповника и развивается прекрасное растение совсем не похожий на шиповник ну слегка но если пропадет верхняя часть выйдет шиповник второй вариант если вы живете даже в теплом краю очень солнечном вот это место на солнце перегревается страшно и она также угнетается как и холодом и как только это произойдет когда количество когда температурный режим и количество солнечного света превзойдет все ожидания розы она также выбросит не свои побеги уже не розы а опять шиповника потому что верхняя часть также погибнет как и от холода вы должны помнить об этом поэтому закапываем на указательный палец вот так вот это под землю оставила специально чтобы вам показать но при посадке в почву вы закопаете вот так под землю слышите меня я надеюсь что да значит и и ничего страшного не произойдет никто там гнить не будет вы только помните что листья и лепестки которые роза сбрасывает вы должны немедленно убирать вот они являются источником инфекции у гортензии нет а вот у розы да тщательно следите и за этим тоже но мы вернемся к этой теме при высадке розы прямо в сад ну пока политик надо конечно же если идет плохое образование корней конечно цирконом две капли на стакан вот достаточно для розы для одной поливка водой стакан и две капли туда циркона это для корня образования ну еще и биостимулятор очень сильный через недельку там ну хотя бы до через семь дней ну разведите вы эти дрожжи 100 грамм на 10 литров и пролейте все свои цветочки и лилии розы и все остальное и флокс и всем это полезно нельзя использовать дрожжи на картофеле луки и чесноке вы это уже знаете но я думаю что про розы пока достаточно всего доброго вам и до свидания